Что касается белых, очень любят их привязывать к монархизму, к идеалам консерватизма, а это совершенно не так. Белые не были монархистами, белые не были консерваторами. Вот я сейчас вам приведу цитату такого маститого белого, генерал Корнилов. Корнилов говорит, я заявлял, что всегда буду стоять за то, что судьбу России должно решать учредительное собрание, которое лишь одно может выразить державную волю русского народа. Я заявлял, что никогда не буду поддерживать ни одной политической комбинации, которая имеет цель восстановления дома Романовых. Считал, что эта династия в лице ее последних представителей сыграла роковую жизнь в жизни страны. Вот, вот белые, вот что такое белые. Это предательство, это февралистская измена. Белое движение создавали генералы, которые предали своего государя, которые не защитили его в критическую ситуацию, а сдали. Это и Корнилов, это и Колчак, и все остальные. Поэтому, когда сегодня многие монархисты заявляют, что они поддержали полгражданскую войну белых, когда они постят картиночки у себя в интернетах, вконтакте и так далее, и в остальных социальных сетях, мы получаем просто-напросто людей, которые не понимают истории, которые неадекватны тем событиям. Белые никогда не воевали за монархию. Белые никогда не воевали за традиции. Белые воевали за измену, за февральский переворот. И я, как монархист, испытываю к белым ненависть. И считаю, что каждый человек, который является сторонником самодержавия, обязан ненавидеть белое движение.